большой всем привет сегодня поговорим об игре тени epic dungeons маленькая такая коробочка с очень красивым оформлением и с очень насыщенным контентом который даже не сопоставляется с такой вот малюсенькой коробочка которая выглядит как филлер но внутри на самом деле довольно большая игра с кучей компонентов с большим геймплеем с интересными гейм-дизайнерскими решениями и так что из себя представляет игра тени epic dungeons эта игра рассчитана от 1 до 4 игроков довольно быстрая от получаса до часа и от 14 лет на самом деле даже может быть и младше можно если будет взрослый руководить по сеттингу это типичный данжен кроулер а но по механике все-таки это не совсем должен кролер а но а в чисто внешне и это просто воплощение жанра у вас есть пещера в которую вы погружаетесь у вас есть довольно стандартные враги гоблины и прочие твари есть конечный босс которым надо убить чтобы победить в этой игре проиграть можно целыми тремя способами то есть или вы запутываетесь в подземелье и не мы не находите босса проиграли если у вас появляется 4 гоблина и вам нужно появить проявить 5 вы тоже проигрываете ну и соответственно если вы проиграли боссу тоже проект проиграли а еще если ваш свет надежды упадет вот до окраине черепушки выиграть можно только победив конечного босса их довольно много они случайным образом выбираются и потом когда вы его найдете вы переворачиваете узнаете с кем вы встретитесь и так в чисто внешне даже вот поэтому кратком описание вы увидите что это ну даже данжен чистой воды но тут появляются некоторые но и давайте я кратко опишу плюсы и минусы потом покажу чуть-чуть геймплей и уже выскажу собственное мнение плюс 1 в такой маленькой коробки вместить такую большую игру это ну это впечатляет это основной наверное большой такой плюс внешний когда ты открываешь вот эту малюсенькую коробочку думаешь о да тут всего несколько карточек сейчас будет какой-то филер наподобие пятницы там или не знаю или какого-то такого или какого-нибудь они рима а тут начинает раскрываться куча комнат стратегий куча шмоток которые можно апгрейдить прокачка героя с кучей свойства с возможностями защитой в три уровня врагов гоблины и миньоны и босс все это наслаивается коллекционирование предметов которые в некоторых коллекциях становится сильнее в общем всего так много из такой маленькой коробки это конечно приятная неожиданность а второй большой плюс это то что оформление очень стильная очень красивая прямо придраться не к чему да это стандартная фэнтези но она не раздражает как некоторые другие дизайнерские решения в некоторых играх здесь все очень красиво комнаты прорисованы они тематичные то есть допустим если ловушка то это ловушка нарисована если это там какой-нибудь портал типа этот портал нарисован то есть оформление второй плюс данной игры третий плюс наверное они для всех это будет плюсом но эта игра очень соло-френдли она хорошо играется в соло причем есть дополнение маленькая к ней которая еще усиливает эту сторону то здесь есть отдельная история сценарии точнее даже не истории художественные сценарии которые нужно последовательно выполнять и это дополняет реиграбельность добавляет неплохую реиграбельность потому что большинство таких игр головоломок у них реиграбельность заключается в том что вы прошли всех боссов и все здесь же если вам игра понравилась и хочется продолжения вы можете просто приобретя недорогое дополнение продолжать эту игру следующий плюс связан с этим что игра несмотря на то что нам довольно комплексная и интересно устроенная она в общем-то недорогая совсем недорогая из-за того что компонентов как бы немного и коробочка небольшая то есть хотя при этом компоненты неплохие то есть даже фигурки пластиковые деревянные компоненты миплы все карточки очень хорошего качества тисненные то есть компоненты отличная цена невысокая ну и а 5 5 плюс наверное основной это то что игра очень умно устроена она она даже не не а мире скорее всего то есть здесь она ближе к городу королей на ближе к андору чем какому-нибудь зомби цида то есть когда человек покупает о данжен кролер череду это наверное это лайтовая версия какой-нибудь зомби цида но нет она более умная она очень просчитывается почти как город королей вы можете высчитать все свои действия да есть кубики но они очень хорошо контролируется то есть рандом на них очень хорошо контролируется свойствами героев шмотками и тому подобного при этом у вас есть таймер очень жесткий таймер если вы его не отслеживать это вы очень быстро проиграете то есть игра она очень умная и стратегически устроена приятно смотреть как она устроена если на других даже кролерах ты особо на это не обращаешь внимание то здесь есть какая-то элементы пазла элементы умного дизайна так скажем какие же недостатки и недостаток наверное связано с последним пятым достоинством 1 это то что игра выглядит не тем чем она на самом деле является она выглядит по коробке и по описанию как о мире даже кролер стандартный а на самом деле это ближе эта игра гораздо ближе к историям о призраках кондоры городу королей чем зомби цида и это может вызывать некоторое разочарование то есть человек любитель даже кролера открывает коробочку думаю сейчас какой-то лайтовый по по путешествию а тут в головоломка при том довольно сложная а то есть чтобы вы знали я до сих пор еще ни разу не дошел даже до босса где-то подземельях гибну от миньонов и от потушенного факела так вот а игра довольно сложная головоломка которая очень близка к уровню сложности история призрака есть такая игрушка легендарная так вот эта игра гораздо ближе к история призрака чем к зомби цида или другим а мире трешем и а соответственно а человек может очень четко разочароваться не увидев того чего он хотел это наверно первый недостаток и и о нем нужно знать игра неожиданно сложная для такой маленькой игры она неожиданно умная и неожиданно сложная второй недостаток связан с тем что она достаточно линейная то есть так как ваша цель дойти до босса его победить вам нужно каждую партию делать примерно одно и то же то есть вы вначале качаетесь вы разыскивая гоблинов и убивая их бедных потом вам нужно встретить миньонов которым добавить немножко времени и только потом подготовившись вы идете к боссу то есть то есть у игры нет разнообразия в игровом процессе вы всегда каждую партию будете делать одно и то же до подземелья будет каждый раз разная карточек довольно много плюс в дополнениях есть еще разные карточки есть и отдельное большое дополнение где еще куча карточек но тем не менее по сути у вас все равно будет подземелье в котором вы будете искать миньонов будете сражаться с боссом и так далее то есть игровой процесс очень линейный и такой ну почти пассиансовый до случайно здесь я не настолько важно как в других даже кролера но тем не менее если вы рассчитываете там на большое большое количество партий то наверное эта игра не про это либо вам игровой процесс настолько понравится что вы будете готовы изучать и дополнения пожалуй все есть еще субъективный недостаток но про него я хочу в самом конце сказать потому что это не относится именно к оценке самой игры это больше какое-то субъективное впечатление а давайте чтобы вам было понятно прошу про что играют у меня сейчас разложена партия я где-то половину сыграл вчера вечером и не успел доиграть решил снять типа обзора я играю за келоса эльфа и за дворфа так случайно даже выбрал героев или довольно много в коробке есть еще в дополнениях так вот я вам покажу сейчас несколько ходов чтобы вы просто поняли игровой процесс и иначе все что я говорил она немножко не не откладывается непонятно о чем речь так у нас есть герой у которого есть стандартные параметры dungeon crawler это жизнь это так называемая фокусировка но это скорее как энергия то есть это вы ее тратите чтобы выполнять какие-то дополнительные свойства и эффекты но сейчас увидите плюс есть параметры самого героя это его скорость это его защита и это сила ловкость знания количество кубиков показывает сколько вы кубиков вы кидаете для проверки того или иного параметра максимум 3 то есть больше 3 вы никогда не кидайте в этой игре дальше вот такой синенькая значок это действие которое вы совершаете один раз заход вообще за свой ход вы можете выполнить одно вот такое синее основное действие и любое количество таких оранжевых это свободное действие и одно движение до или после основного действия так вот например основное действие это отдых а то есть у каждого героя есть то есть если вы пропустите свой ход вы подлечитесь на три получите 5 энергии ну как бы отдохнули иногда это надо допустим а вот специальные действие у каждого героя разные например у вот этого эльфа есть свойства стелл то есть за 2 энергии минус 2 молнии вы можете пройти скрыто то есть видите враги вот такие значки это это враги то есть по правилам игры если вы находитесь комнате с врагом вы не можете и миновать но если вы используете стелл то вот эльф может пройти это иногда важно кроме того по умолчанию в голых голые руки у нас у каждого героя тоже разное то есть у него есть свой родной кортик и видите это тоже синее такое действие то есть вместо того чтобы отдыхать он может ударить мечом в ближнем бою и а он чем ударяя здесь показан параметры чем ударяет это сила то есть он кидает два кубика но а так как эльф не очень сильный то у него еще модификатор минус один то есть к любому броску на кубиках силы это будет еще мину минус просто остальные значки расскажу чуть позже ну и а у него есть лук родной это дальний бой он бьет на два расстояния и использует для этого уже не силу а ловкость то есть уже три кубика но это же мотив модификатор минус один будет когда вы покупаете какие-то шмотки вы видите вот значок руки значит можно его в руках носить я его купил вот эту эту клоуфу пантеры на перчатку пантеры или что это или когти пантеры и у нас появилось место вот этого одного основного действия ближнего боя то есть место место кортика он взял вот такую такие когти теперь у него свойства удара уже не физической силой как здесь а ловкостью что выгодно потому что ловкость три кубика плюс модификатор уже плюс один они минус один ну и а сразу скажу здесь еще есть интересное свойство когда вы собираете так называемые легендарные предметы у некоторых есть вот такие значки это легендарные и если вы их собираете больше одного то начинается такая синергия вот здесь когда вы используете дальний бой а то есть у вас два таких легендарных предметов коллекции то у вас модификатор плюс 13 плюс 2 и так далее то есть это еще такой сборка лекции а что еще есть у этого героя он может носить соответственно в двух руках два разных предмета может носить одну одежку ну вот у него допустим у другого нашего героя есть одежка покажу чуть позже также он может может носить два заклинания и знать два заклинания и два украшения у него есть вот такое замечательное украшение фигурка из рубина которая добавляет ему один кубик силы то есть благодаря вот этому может кидать и на проверку силы тоже три кубика они два все очень просто иконографика просто потрясающе понятная после первого же прочтения до правила непростые по крайней мере они не не как у филлера то есть вам придется немножко помучиться но конечно это не клинок и лобовство и не другие большие даже кролеры то есть правило средней сложности осваиваются довольно легко но потребуется может быть лицплей посмотреть есть нюансы некоторые которые не осваиваться и в эту игру первый раз сыграл в середине февраля хотел записать летсплеи и поиграть на канале на стриме но приболел и не не смог вернулся только сейчас так вот мне пришлось заново перечитывать все правила то есть у меня почти ничего не отложилось за два месяца я все забыл поэтому ну я бы не сказал что правило совсем уж простые но тем не менее их освоить гораздо легче чем освоить правило клинка колдовства например или миндары к так так вот ну что у нас еще есть интересного есть вот тоже украшение значок который позволяет добавлять модификатор плюс 1 к броскам на ловкость вот у нас есть жизнь у нас есть энергия который мы можем соответственно пополнять и да еще у каждого героя есть вот такое свободное действие за 2 энергии он может подкорректировать кубик вниз или вверх и допустим если вы положите 5 тебе нужно 6 ты можешь потратить 2 энергии добавить 6 это к тому что игра более стратегично чем амери треш то есть рандом здесь очень очень хорошо контролируется вы можете свои битвы более или менее просчитывать так ну давайте познакомимся еще со вторым героем просто для интереса это улица этот варф клерик видимо девочка я у нее другое у нее знание на три кубика с ловкость не очень потому что дворф и сила на 2 что у нее есть у нее есть заклинание уже я приобрел очень крутое заклинание сила сила элементаря она идет на основное свойство видите ладошка это уже заклинание то есть вы чтобы заклинание было успешно и вам нужно любой из своих параметров проверить на пятерку при успехе вы можете потратить 2 энергии соответственно двинуться а потом в на а потом врага в котором рядом с которым вы стоите нанести 2 урона вот такой значок означает что это в той же комнате в которой вы находитесь это дальность очень классная штука я уже и пользовался также у него есть эфийская кольчуга видимо напарник поделился который добавляет просто плюс одну один щит и плюс один бег ну есть недавно приобретенный вот в прошлом ходу буквально приобрел щит которое место молота сделал он добавляет при атаке ближнего боя добавляет плюс 1 щит и плюс одну физическую силу что гораздо лучше чем родной хаммер вот ну и у него есть свойство ресич довольно интересная за 4 энергии он может изучить заклинание это ну хорошо то есть я уже вот это и выучил с помощью поэтому у него с энергии так плохо ну и и остров вот эти параметры они всеобщие то есть можно за свободное действие и 2 энергии модифицировать бросок кубика ну и отдыхать для восстановления все остальное вроде бы уже понятно как проходит игровой процесс мы все начинаем вот этого с этого центрального квадрата всегда когда вы видите открытый вход кстати неправильно здесь играл неправильно играл так сейчас заметил мы должны были так должно быть потому что вход только здесь есть и туда нету я подумал что это сквозной ладно же исправлять не буду а можете и так обходил я не знаю не помню а так или иначе когда вы видите вход вы должны положить закрытую из специально подготовленной пачки комната не по правилам сформируются не случайно чтобы у вас в первой части были только гоблины и во второй части только миньоны и вы подготавливались постепенно выкладывается в закрытые потом а вы путешествуете открываете и а выкладываете дальше то есть допустим вот у нас сейчас здесь адварф стоит и видно что здесь и здесь у нас открыто почему здесь открыто потому что мы обходили вот так так же здесь может быть тоже все по правилам возможно что я вот так обошел и вас это открывается ведь у нас осталось его несколько карточек еще ни одного миньона а гоблинов мы перебили чем плохи гол и хороши гоблины гоблины это минимальные товарищи когда у вас он появляется вы кладете его миппл на карточку на комнату где он живет а на основном коврике показываете какой гоблин с какими параметрами здесь живет у него тоже самое есть скорость у него есть защита есть его модификаторы в игре есть интересная механика контратаки то есть когда вы гоблин атакуете и не убиваете вот он вот выполняет с вами вот это она и плюс вот здесь награда если герой это значок героя убивает этого гоблина то он получает либо три жизни либо какую-то шмотку на выбор вот из предложения ну и а здесь у нас черный значок это активация этих гоблинов что у нас происходит с активацией переходим к этому коврику в игре есть механика что каждый ход после каждого хода то есть сходил герой неважно этот или этот факел снижается и здесь когда встречаются вот такие черненькие с красной крем очка это активация всех врагов на в пещере ну и соответственно когда у нас черное сделать он он двигается либо атакует если есть кого-то ковать такой значок атакует в комнате где находится и он бьет на одну жизнь а умноженную на количество гоблинов плюс один то есть данном случае он как раз прошлом ходу убил нашего нашего от варфа и это минус 2 жизнь потому что в пещере только один гоблин соответственно минус 1 на 2 это 2 2 жизни если бы и было больше то соответственно было бы сложнее играть и нужно их выбивать очень быстро с этим понятно да и вот этот карточка босса чтобы его открыть вам нужно во-первых найти двух миньонов убить их и забрать у них черные сердца и заложить и найти вход к нему после этого мы переворачиваем и знакомимся с битвы с боссом там особое правило это фактически еще одна половина игры ты которые еще не кстати ни разу не доходил ну что допустим а сейчас а наш мы продолжаем игру у нас ход как раз эльфа у него с очень плохо жизнями и он а мог бы добить вот этого потому что но тут нету входа то есть он не может если помог мог обойти давайте подумаем стоит ли его убить или исследовать у нас времени особо нету нам нужно увидеть миньона но нас жизнями совсем проблема можно конечно отдохнуть но это просто потеря хода вот всегда такая дилемма на совсем мало времени осталось и я наверное мне не до этого нет я нет отдыхать я не буду потому что у меня энергии много в общем-то давайте я все-таки а прибью смотрите у меня четыре хода поэтому я могу а блин здесь ловушка да кстати про комнаты я все рассказал кроме комнат как устроены комнаты они бывают очень разные на ней так на некоторых написано плюс один гоблин это значит когда вы в него входите то вы нарываетесь на гоблина он выскакивает из этой коробки у вас минус 1 жизнь сразу за то что вы сюда зашли и появляется гоблин в этом месте следующий по а номеру кроме того здесь появляется после того как вы уже очистили вы можете сюда прийти и потратить здесь две энергии чтобы переместиться в любое место это портал вот такой значок кроме этих комнат есть вот такие комнаты с ловушками если вы заходите в нее а то вам нужно проверить любой параметр на 6 и если прошли то все хорошо если не прошли то минус 3 жизни ловушка сработала плюс вы можете обезвредить эту ловушку чтобы в следующий раз когда вы заходите в эту комнату не проверь эту проверку не делать для проверки для обезвреживания нужно потратить основное действие эти синенькая с замочком то есть это потеря времени но мы по-другому не можем сюда пойти то есть если я пойду сюда чтобы его стрельнуть из лука то мне придется здесь пройти проверку потом перейти сюда и только стрельнуть и наверное все-таки пойду исследовать для этого я смотрю 41 одно действие движения трачу открываю карточку я могу расположить как угодно лишь бы вход был что у нас здесь у нас еще один гоблин я теряю еще одну жизнь это очень плохо если я погибаю так то следующий ход я должен буду пропустить ход отдыхать то есть как бы не смертельно это просто потеря времени здесь от этого не умирает от смерти героев мы не умираем так здесь у нас кладбище симпатичная и этот гоблин так минус одну жизнь мы сделали теперь что мы можем здесь сделать мы можем здесь использовать основное действие исследования и провериться на 7 если проверим то у нас факел поднимется на один вверх что очень хорошо плюс мы можем взять какой-то товар слушать это это появится здесь очень даже неплохо но а на данный момент мы ничего это делать не можем по той простой причине что здесь появляется гоблин появляется второй гоблин мы тянем закрытую карточку до последняя кстати и здесь у нас таби гоблин со скоростью помню такой же да точно такой же как и вот этот их по два по моему одинаков в колоде они бывают разные то есть сейчас следующее будет уже перемешать она неважно так смотрите я положил так но я хочу наверное вот так все таки положить почему потому что я хочу потом обойти вот сюда и помочь помочь другу что делать с этим гоблинам мы находимся в ближнем бою поэтому дальний бой я стрелять не буду я буду бить ближним боем ближний бой у нас вот такая перчатка мы сейчас ей замахнулись мы используем три кубика потому что ловкость а ловкость у нас три кубика плюс медрификатор плюс один кроме того у нас за счет вот этой штуки еще плюс один идет за когда мы проявляемся на ловкость кидаем так смотрим что выпало а4 это контратака если я его сейчас не убьют у меня при прилетит 44 урона ник они кстати меня вроде бы не пробивают у меня защита 3 где-то а нет на пробивает поэтому давайте попробуем убить что у нас здесь у нас есть 5 3 и 3 мы можем взять только какую-то одну цифру тут на некоторых есть плюс тогда это можно добавлять к другой но если если цифры без плюса мы можем использовать только одну а у него защита 4 и жизнь у всех гоблинов один то есть мы 4 плюс один мы пробили причем а кубики которые мы не использовали мы можем использовать символы а здесь у нас есть два свободных символа это две энергии раз ну да максимум мы довели так мы убили этого гоблина очень легко смотрим награду да это было основное действие то есть я сейчас больше не ходить не смогу потому что я из истратил синенькие основное действие награда у нас либо три жизни о либо шмотка шмотки нам пока не актуального жизни очень актуально поэтому раз два три все гоблин а идет в отбой неплохо но исследование мало потому что сейчас у нас падает факел и у нас остается всего несколько раундов если мы не увидим и не найдем миньона и не убьем его а почему его важно убить потому что видите вот здесь подсказка за убитого миньона мы на 6 факелов вверх передвинемся всего а на 2 игроков 2 миньона мы получим их головы и тогда сможем уже а искать место где живет босс так этот отходил сдвинулись теперь да такой вот значок синенький означает что в центральной комнате появляем появится гоблин наш дворф ему тоже неплохо бы убить этого гоблин то что он не может ничего сделать пока он с ним находится в одном помещении проскочить он его не может потому что может я уже не помню по правилам но в любом случае мы его прибьем а я думаю да вот этим прямо щитом и прибьем он бьет на физическую силу физическая сила него два чё два кубика всего может колдануть до лучше колдануть потому что эта проверка на 5 и это три кубика потому что знание у него а 33 куба мы используем вот это заклинание а у нас энергия не будет на это заклинание давайте рискнем а просто физической силой просто ткнем и в него вот этим щитом и если он его не убьет тут будет проблема так смотрите у нас целых 7 почему потому что 5 плюс 2 можно даже это не тратить потому что у него а защита только 4 то есть мы его пробили контратака не действует вот эти а это мы не кидали здесь три символы это нам очень повезло мы это не используем а кубик поэтому мы можем взять эти 1 2 3 2 3 энергии соответственно его убили можно либо подлечиться либо взять какую-то какую-то шмоточку давайте посмотрим что у нас есть интересного из вещей есть вот это но у нас уже кольчуга есть есть какой-то вот такой интересный рок амулет так за 2 энергия и что это означает ну вот такой значок означает что на всех врагов действует да вот такой значок все герои или враги в диапазоне то есть диапазоне 4 все враги перемещаются на 2 куда-то да видимо если честно я не совсем понимаю зачем это надо поэтому давайте я лучше возьму сколько там жизни было внутри жизни раз два три до максимума так хорошо мы отходили убили всех гоблинов теперь с ней снимать снимается факел появляется гоблин в центральной комнате мы его трогать уже не будем потому что нам надо срочно исследовать иначе мы миньона не увидим так это взрывающийся гоблин 8 он бьет по площади по радиусу 2 взрывает всех героев на минус 2 если она будет в диапазоне хотя неприятный товарищ так у нас новый раунд ходит снова эльф сейчас я попробую найти хоть одного миньона для этого наверно нужно открывать вот эти карточки потому что а я никуда не могу да здесь меня выхода нет ну давайте я иду сюда один так отлично вот он первый миньон давайте с ним сейчас свои познакомимся мы можем вот так сделать здесь сразу так как здесь выход появляется карточка из колоды остается всего четыре карты так что мы скоро найдем а еще одного вот этот страшный портал а во-первых я теряю две жизни видите здесь когда мы встречаемся с миньонами открываем случайно мы мы вошли не глядя а там есть способности у некоторых героев которые могут посмотреть не входя но это не про нас 1 2 минус 2 жизни появляется миньон и миньон у нас вот эта карточка и это будет дан джон краулер так а у него уже есть конкретные жизни то есть 7 жизней а он идет вот сюда вот сюда и мы ищем конкретный миппл вот этого чудика вот он и мы с ним сейчас познакомимся что он имеет во первых у него есть сердце мы его должны убить чтобы положить вот сюда чтобы в конце открыть босса 7 жизни защита 5 скорость 2 контратака плюс 3 на ближний бой и плюс 2 на дальние колдовство при активации он обьет забирает энергию и жизни причем у всех плюс модификатор но сложно сложно да если мы его убьем у нас на целых шесть раз два три 4 5 6 у нас будет очень хорошо по запас по времени так мы сейчас его ударим конечно вот этой штукой это 33 кубика на ловкость контратак у него будет тоже на ближний бой плюс три к тому что выпадет здесь 10 как помимо силы есть еще интересные значки это снижение факела безнадёги и отмей отмена всех щитов а самого героя довольно неприятно итак мы атакуем с помощью вот этого так хороший бросок шестерка пятерка а плюс один и у него всего лишь три контратаки да он сейчас будет контратаковать потому что мы его не убьем точно защита у него 5 а у нас 6 плюс 1 это 77 а плюс мы можем потратить две энергии 1 2 чтобы вот это переместить на плюс 2 тогда у нас будет 8 удара еще 2 можем потратить чтобы вот эту нож больше 6 нету поэтому это максимум что мы можем ударить это 8 у него защита 53 прошло 1 2 3 но на самом деле неплохо убить моего конечно не убьем с первого урона а слушайте у нас плюс 1 значит еще один плюс один зачем модификатор за счет вот этого а плюс один а за счет вот этого слушайте мы его почти убили очень круто так у него когда так сработала нет 3 но так как у него модификатор идет здесь за счет ближней атаки при контратаке вот такой серенький значок то это 6 у нас защита 3 то есть нам проходит 3 и бум бум а да да энергию он только при активации использует она вас сейчас активируется блин так все наш герой того сейчас он будет отдыхать двигается теперь факел двигается смотрите куда он двигается а кстати здесь интересно еще и свойства свободное действие за одно понижение факела можно а посмотреть до 4 а тут есть вот это свойство то есть можно было вокруг посмотреть да это я про него забыл то есть это не свойство героя это свойство самого данжена то есть можно посвятить уменьшить себе времени но при этом увидеть где кто находится так у нас факел сдвинулся теперь активируются все активные враги то есть гоблин гоблин у нас зеленый вот здесь что он и делает он либо движется либо атакует рядышком с ним никого нету поэтому он идет до ближайшего вот сюда да есть гоблины которые и двигаются и атакуют но этот только двигается а дальше наш замечательный миньон что он делает он двигается и бьет по всем но ему двигаться не надо потому что он рядышком то есть он забирает а а слушайте у нас же в этот убитый то есть он получается перемещается на 2 плюс 1 но ему далеко так не надо он двигается сюда после чего забирает две жизни 1 2 и 2 энергии 1 2 по своему свойству так так она и ходит адвар в слушать и он сейчас может его добить я думаю это он сделает я думаю мы будем атаковать это первый наш миньон будет и можем его колдовать у меня колдовать уже нечем минус 2 энергии соответственно будем делать силовой урон это два кубика утра так это кубика так это отлично 6 3 у него защиты 5 то есть один проходит нам один мало плюс модификатор модификатор был плюс один здесь это значит 7777 этого достаточно то есть это 5 защита и два раз два мы его убили это очень круто хочу за него награду награды нету но зато есть время так у нас первое сердечко слушайте мы сейчас на этом примере я это увлекся я просто хотел игровой процесс показать принципе уже понятен до чтобы обсуждать дальше но неожиданно я первого своего миньона убил обычно у меня до этого партии не у меня немного марта партии совсем немного но до этого у меня газ факел я не доходил до босса и миньон у меня добивали так это первый наш миньон мы его убили соответственно 1 2 3 4 5 6 мы себе время вы торговали и больше никакой награды да что обидно но не время тоже важно согласен так меня убит так это очень хорошо нас осталось еще один миньон и мы увидим босса так это он убил ход соответственно может двигаться да он атаковал и теперь он может двинуться и мы двинемся вот сюда этого красавцам и убираем двигаемся сюда один и а тут у нас ловушка мост должны проверить на 7 любой параметр но любой самый сильный нас параметр это знание поэтому отлично это 7 как раз потому что 3 плюс 2 плюс 27 мы прошли ловушка не срабатывает мы можем ее попробовать отключить но тут нужно проверять ловкость а ловкость у нас один кубик поэтому это глупо мы просто пойдем дальше мы можем идти только туда идем это два ухты а это гоблин с золотой какой-то комнаты смейте как классный и я наверное сделаю это а для не могу не дорожка так кстати ограничения вот этого строения до 7 на 7 то есть нельзя больше делать но здесь уже 5-6 то есть максимально здесь еще один можно будет сделать так но минус одна жизнь брали и а у нас здесь появляется еще один гоблин это появляется гоблин вот такой стрелковый а у нас кончились основные действия поэтому мы ничего с ним делать не можем а мы просто двигаемся сюда пока никто не активируется и ход переходит к нашему эльфу и здесь у нас у эльфа возможность так как он побит то можно только отдыхать он использует действие отдыха это плюс 3 жизни и плюс 5 энергия и он встает то все что он мог сделать сейчас я не знаю может ли он двигаться тут и не помню ну на самом деле это неважно то есть игровой процесс вы увидели да теперь вам понятно как этот даже кроллер устроен как она играется давайте он даже покажу босса только не того которого и потому что это партия буду доигрывать кстати еще к это миньон ползет страшный боссы у нас их довольно много и они устроены примерно как миньоны то есть тоже есть жизни есть особые свойства через карточку факела еще какие-то так как я не встречался вообще даже не поясню но примерно так же они работают но какие-то дополнительные вещи есть если честно я даже еще не читал раздел а битва с боссом потому что она отличается от борьбы в подземелье здесь очень много нюансов то есть это как бы его логово и вы можете из него уходить приходить прокачивается потом вернуться то есть там отдельные правила это еще одна игра которая называется акт 2 даже вот эта карточка переворачивается там немножко меняются а правило в общем вот так такой игровой процесс теме epic dungeons я вам покажу конечно весь игровой процесс отдельно хочу я один из соло вечеров посвятить этой игре уже планировал не получилось еще раз попробую будет довольно весело я я надеюсь так вот теперь на игровой процесс вы сможете понять наверное основную мою претензию к этой игре она из-за того что она выглядит как даже кролер но по сути является игрой головоломкой наподобие истории с призраками как вы видели здесь случайность она есть но она незначительно то есть вы эти броски можете довольно легко модифицировать вы знаете с каким врагом вы справитесь каким не справитесь у вас есть счетчик времени у вас есть конкретное количество комнат которые вам нужно пройти прежде чем дойдете до миньонов и до босс то есть игра по сути что-то среднее между запретным островом и история призраках не данжен кроллер это не стопроцентный не полноценный даже кроллер в жанре о мире треша еще раз это подчеркну потому что это наверное основная проблема игры когда вы ожидаете одно а видите другое и я не буду повторяться то что я перед началом игрового процесса рассказывал вы можете перемотать и посмотреть уже с пониманием о чем я говорю я просто хочу добавить свое какое-то субъективное впечатление по какой-то непонятной причине игра мне лично не понравилось при том что я заценил все что о чем я говорила все заценил я заценил механику она кого классная продуманная я заценил что в такую маленькую коробку он поместили столько много умного геймплея я оценил оформление я оценил вот эту последовательность развития шмотки я оценил заклинания оценил все как это задумано но при этом чисто субъективно играть мне в нее не понравилось я не совсем даже могу понять почему так может быть это малое количество партии на самом деле две партии это очень мало и с перерывом несколько месяцев ну как бы это не объективно надо сыграть но вот конкретно в эту игру мне играть не тянет да у меня есть еще дополнение где можно было бы раскрыть все это там и через историю через сценарии но вот мои мне лично по непонятным причинам в нее играть не тянет это может быть связано с тем что как раз перед ней я играл в другой даже кроли в мидара и возможно я она игрался данжен кроллерами этой механикой и нужен был перерыв возможно она выглядит выглядит слишком бедно по сравнению с мидарой ну как бы сложно сложно сравнивать настолько разного класса игры возможно просто настроение не не подошел не подошло именно под знакомство с этой игрой возможно еще что-то какие-то личные субъективные вещи привели к тому что игра мне не зашла но при этом а чисто и вот внешние вещи я заценил поэтому я не могу ее рекомендовать потому что субъективно она мне не очень понравилось но я также не могу ее и хвалить хотя я понимаю ее достоинства и все вот интересные находки которые в ней есть так что обзор я сделал но рекомендации именно по этой игре я дать не могу решайте сами игровой процесс вы видели обзоры текстовые можете прочитать в интернете но и летсплей я все-таки запишу для чистки совести так скажем и для того чтобы понять все-таки что с этой игрой не так для меня лично ну и вам будет наверное тоже интересно познакомиться с полным игровым процессом от самого начала до встречи с боссом сделаем это мы либо на стриме либо в оффлайновом стриме каким-то образом я попробую это провести на этой неделе на обзор наверное хватит материала спасибо всем что посмотрели до встречи на нашем канале и на ближайшем стриме по тени epic dungeons